Доброго дня, друзья! На связи Георгий Вербицкий и наш еженедельный обзор основных инструментов и некая стратегическая картинка, которую мы используем для того, чтобы потом тактически правильно подбирать конкретные трейды в конкретных инструментах. У меня на графике ES это фьючерс на S&P 500. Очень сильное движение прошло, очень сильное мощное движение от 230 до 3200. Есть некоторые основания полагать, что для тех, кто, собственно, сидел в этом движении, пора уже начинать фикситься. Основания эти следующие. Ну, во-первых, близко к верхней границе канала, может, конечно, еще и дальше пройти, но уже потенциал не сильный. Второй момент это на протяжении всей недели прошлой, и кульминация была в пятницу, очень большие объемы прошли. В пятницу, видите, да, вот она свечка пятничная, немножко по-другому, вот так сделают, да. Вот она пятничная свеча, и вот они большие объемы. Вот большие объемы часто замедляют движение, либо, собственно, свидетельствуют о возможном развороте. Вот, в общем-то, V-образное движение, которого, честно говоря, я считал, что оно наименее вероятно, тем не менее, оно произошло. Ну, такое бывает, собственно, на рынках. Главное, ну, не то, чтобы сделать хороший прогноз, скажем так, потерять минимально на том прогнозе, который оказался неверным, и максимально заработать на любом своем трейде, даже который может быть открыт без всякого прогноза. Поэтому, собственно, как резюме, наверное, стоит тем, кто держал позиции, фиксировать хотя бы часть, те, кто ждут шорта, пока нету показателей для этого. Может быть, конечно, понедельничная сегодняшняя свечка будет вниз, и тогда здесь можно попробовать очень аккуратно открывать короткие позиции, но это, конечно, вещь, как и любой шорт, всегда рискованная. С нефтью, на самом деле, ничего интересного. Такой ровный тренд вверх, даже признаков разворота никаких нет. Вверх заходить, наверное, я уже не стал бы, вниз заходить нет оснований. С золотом так себе картинка, потому что сейчас цена ушла ниже 1700, и если она останется там, не вернется обратно вот таким движением, то я бы, наверное, не стал бы никакого лонга рассматривать в принципе. А для тех, кто держит золото, я бы, наверное, подумал бы о том, чтобы сократить позиции, ну и частично хотя бы выйти из золота. Опять же, понедельник, вот сегодня, кстати, будет решающий день, то есть, если будет движение вверх, то, в принципе, можно заряжаться от верхней границы канала вверх. Вот если нет, то очень опасно. С биткоином тоже прошло сильное движение, как мы все видели, и вот дальше был такой ложный пробойчик такой, да, попытка захода на пробитие и потом разворот. Но обычно после такой истории резко цена идет вниз, как будто бы напрягли все силы, но не получилось и все, как бы слабость. А сейчас нет. Сейчас, видите, никто не продает, и на сниженном диапазоне движения все-таки движение легкий уклон вверх имеет. Поэтому я бы сейчас поставил бы на пробой диапазона, а он будет сложный, нечеткий. Будем будет сложно зайти с коротким стопом, но, скорее всего, так и будет. Либо все-таки мы не выдержим и свалимся куда-то вниз. То есть, сейчас такая развилка на самом деле. Если будут такие маленькие свечки вверх, но планомерные, то это будет хороший вариант для того, чтобы зайти на вот это вот сильное движение вверх. Потому что движение может, в случае пробития, сразу можем показать 12 и 13. То есть, ну, такая штука будет сильная, мощная. Российский рынок. Тут все без изменения. Тоже лонг. И пока ничего интересного. Ни разворотной формации, ничего. Вроде как в среду было как бы движение вниз. Конечно, свечка не перекрыла. Красную свечку, зеленая свечка не перекрыла. Но, тем не менее, пока не видно никакого шорта. И, ну, наверное, я бы как минимум бы для тех, кто, собственно, стоял отсюда, откуда-то, наверное, часть позиции стоит прикрыть. Потому что здесь в любом случае есть. Видите, достаточно сильное сопротивление на уровне 130 тысяч. Интересная, конечно, картинка. Доллар, в принципе, падает сейчас ко всем валютам. Не только к рублю, а еще и к евро, и даже к индонезийской рупии падает. Вот, собственно, я это могу наблюдать воочию в обмене, как здесь. Интересно, конечно. Очень интересно. Надо смотреть. Надо смотреть, что будет дальше. Я, в общем-то, небольшой любитель, что называется, покупать рубль против доллара. Я, наоборот, стараюсь всегда покупать доллар против рубля. И обычно я так и делал. И все это приносило свои дивиденды. Что сейчас происходит? Я бы сказал, что это близко к аномалии. И если это будет происходить и дальше, то надо будет серьезно задуматься. Возможно, какие-то модели изменились. Но пока я все-таки считаю, что это некое, ближе к аномалии. Посмотрим тоже. Ну, с серебром ничего, на самом деле, особо сейчас не стоит делать, потому что серебро дошло до цели, немножко откатило. Ну и как бы все. Сейчас будет болтанка, скорее всего. Платина выглядит примерно как и золото, тоже с некоторым напряжением, но может переломить ситуацию и пойти расти дальше. Вот эфир биткоин. Ничего, в принципе, не изменилось. Картинка более-менее такая же. Я думаю, что очень вероятно, что эта пара сейчас после этой проторговки пойдет дальше вверх. То есть эфир будет расти быстрее, чем биткоин. Так что для тех, кто торгует криптой, возможно, будет интересно ставка перебросить часть своих битков в эфир, как это сделал, например, я с вопом. Но опять же, все зависит от вашего личного риск менеджмента и риска аппетита. Следуйте своему риск менеджменту, своей стратегии. Обязательно помните, что что-то недозаработать не страшно, страшнее гораздо что-то потерять. И рынок будет всегда с вами, даже если вы не вписались в какие-то последние движения. Ничего страшного абсолютно. Главное, что вы на них не потеряли или потеряли немного. И всегда будет возможность наверстать, потому что рынок всегда есть и будет. Ну а если вы, наоборот, прокатились на последних движениях, ну вы, конечно, молодцы. И время, в принципе, сейчас настало время практически почивать на лаврах, потому что основные движения, которые драйвили рынок последний, ну можно сказать, месяц, они, я думаю, что где-то примерно на излете. Вот так. С вами был Георгий Вербицкий. Подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка на него в описании. Хорошей всем недели. Удачи. Я коллектор. Что не так? Прямой эфир о деятельности коллекторов в России. Эта профессия всегда вызывает бурю эмоций. Одни ее осуждают, другие кричат, что коллекторов надо запретить, третьи объясняют, что без взыскания долгов кредитный рынок остановится. Вокруг правового статуса прав и обязанностей коллекторов ломаются копья. Что такое быть коллектором? Как должен работать механизм взыскания долгов? Возможен ли цивилизованный разговор с коллекторами? В гостях у главного редактора финверсия.ру Яна Арта, руководитель одного из крупнейших коллекторских агентств, действующих на российском рынке. Прямой эфир состоится 10 июня в 17.00 по московскому времени. Ссылка на эфир в описании под видео. Субтитры создавал DimaTorzok